МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К мифам, какие вообще реакции могут быть на вакцинацию? Есть категория людей, которые говорят, я не верю, и у них есть основания, я не верю всему тому, что говорят в отечественных СМИ. Я просто не верю. Врут все. Если ты так считаешь, пожалуйста, я по поводу спутника. Он зарегистрирован в 70 странах. Есть великолепный пример Аргентины. В течение последних 7-8 месяцев Минздрав Аргентины печатает все побочные эффекты по месяцам, которые возникли при введении этой вакцины. Итак, их цифры мы не верим тому, что говорят здесь. Пожалуйста, откройте сайт, и вы посмотрите те же цифры, приблизительно, которые и в России. Это более чуть-чуть 30% людей при введении нашей вакцины. А в Аргентине вводится спутник, астерзеника и еще некоторые вакцины. Более 30% людей жалуются на слабость, головную боль. Около 32% людей головная боль, слабость и температура. И вот так по убывающей боли в мышцах. И они зафиксировали несколько случаев анафилактического шока, которые всегда могут быть. И ты здесь абсолютно ничего не сделаешь. И в связи с этим я опять-таки хочу процитировать журнал Natural. Вот если вы позволите. Конечно. Итак, данные Минздрава Объединенных Арабских Эмиратов. Но разве мы можем предположить, что Минздрав Арабских Объединенных Эмиратов аффилирован с Институтом Гамалеи и с Академиком Гейнсбургом? Итак, они говорят о том, что при исследовании эффективности применения двух доз спутника на 81 тысячи человек, данное исследование показало на 97,8% эффективность в предотвращении симптоматического COVID-19, в предотвращении и на 100% тяжелого заболевания. Это, пожалуйста, кто мне не верит, я вас очень прошу, зайдите, пожалуйста, в интернет. Но большая просьба, если вы будете читать статью, ее нужно скачать в первозданном англоязычном варианте. Данные Минздрава Аргентины, они меняются каждый месяц. Однократная доза спутник лайт у людей в возрасте от 60 до 79 лет по сравнению с привитыми снижает симптоматическое течение коронавируса на 78,6%, количество госпитализаций на 87,6%, смертей на 84,7%. То есть это данные опубликованы в одном из топовых европейских журналов, где каждая цифра проверяется и где на каждую статью существует три рецензента минимум. Еще один вопрос, который я, опять же, в свете вакцинации не могу не задать, антитела. Нужно ли проверять количество антител перед тем, как человек вакцинируется? И существует ли титр антител, при котором вакцинироваться не нужно? Или наоборот, 100% нужно? Ну, вот такого количества анализов, наверное, которые проводят именно в России люди на определение вирус-нейтрализующих антител, наверное, не фиксируются ни в одной стране. Еще раз, при формировании иммунитета после переболевания или после вакцинации роль играют не только вирус-нейтрализующие антитела, но и клеточный иммунитет, который, в общем-то, пока не определяется вот так скринингово в лабораториях. Я не апологет американской системы здравоохранения, ни в коем случае. Но все-таки мне хотелось бы обратить внимание, что еще достаточно, наверное, месяца 4 или 5 назад американская служба FDA, в общем-то, опубликовала данные о том, что они не советуют американцам определять уровень антител до вакцинации, после вакцинации и после переболевания. Почему? Потому что вот нет этих заветных цифр, да, каких-то, которые бы сказали, что вот именно при такой цифре, да, ты не заболеешь. Опять-таки, в журнале, на очень маленькой выборке, в журнале Natural Medicine есть цифры по AstraZeneca, да, которые тоже, как вы абсолютно правы, есть очень много вопросов. Да, собственно, к любой вакцине всегда у людей будут вопросов. Абсолютно к любой. И сейчас, если вот кто-то сдавал анализ крови на антитела, вы, наверное, обратили внимание, что там количество, это идет в аббревиатуре английских букв B.A.O., да, Abiding Country Body Units, то есть это международная классификация. Единственное, к чему пришли, что если уровень, да, B.A.O. 899, да, то тогда, в принципе, есть возможность, есть шанс, что эти больные не, эти, простите, вакцинированные не заразятся. Но на сегодняшний день, если вы, да, проведете поиск в интернете, я все-таки, знаете, за какую-то доказательную медицину, если ты войдешь в медицинские базы данных, там, ну, любые, пакмэд, медлайн, там, у кого-то есть, может быть, доступ к клиникалке и базе, их много, аптодейт, да, и ты введешь там цифры антитела, да, уровень антител и так далее, ты не найдешь этих цифр. Поэтому, вы знаете, ну, я бы, честно говоря, не советовала, потому что, ну, во-первых, когда человек получает какую-то низкую цифру, ведь очень много имеет эмоционально. Не советовали бы ориентироваться на антитела. Да, вот он получает эту низкую цифру и в ужасе думает, боже ты мой, зачем я привился, потому что цифра у меня это очень маленькая, вакцина гадкая, дурная, я заболею, лучше бы я этого не делал. Но, я еще раз говорю, но с другой стороны, ну, у каждого из нас есть еще клеточный иммунитет, который не определяется в этих системах. Или бывает такая ситуация, что человек сдает в одной лаборатории, у него один уровень антител, в другой лабораторию, у него другой уровень антител. В общем-то, почему это происходит? Потому что антитела, они определяются в различных тест-системах. Вот нет в мире одной тест-системы, по которой работают все страны. Ну, этого и не может быть, да? Ну, достаточно много тест-систем. Одни определяют антитела в какой-то структуре S-белка, другие тест-системы определяют антитела к немножечко другим структурам вируса. И получается, что это немножечко несопоставимые данные. И поэтому, ну, вот если ты сдаешь и получаешь разные цифры, ну, я бы так сказала, полюби ту цифру, которая тебе больше нравится, которая тебя успокоит, но я бы этого не советовала, потому что здесь есть эмоциональная окраска. Еще раз говорю, нету сейчас в мире вот этой цифры, которая бы свидетельствовала, все классно, здорово, у тебя такая-то цифра, ты не заболеешь вообще, ходи без маски, без ничего, все будет здорово. В связи с этим вопрос по тем, кто переболел, ну, возможно, давно, возможно, недавно. Им нужно ли вакцинироваться? Если да, то когда после выздоровления? И чем, собственно, это должен быть полный цикл? Ну, то есть я имею в виду два компонента вакцины, как сейчас принято со всеми фактически вакцинами, либо это должна быть однокомпонентная вакцина, которую принято использовать при ревакцинации? Как поступать? Ну, в общем, по этому поводу, пока есть указания, ну, в рекомендациях, да, рекомендуется делать ревакцинацию через полгода, пока через шесть месяцев. Я думаю, что этот срок связан с тем, может быть, его как-то изменят через какое-то время. Я думаю, что он связан, это же его не просто взяли с потолка, посидели, да, и решили, ой, давайте-ка сделаем там через шесть месяцев, а другой сидит, да, не, я считаю, через восемь месяцев. Я думаю, что были проведены какие-то определенные исследования и изучение и клеточного, и гуморального иммунитета на определенной выборке больных, которые показали, что к шестому месяцу как-то некоторые показатели снижаются. И поэтому вот сейчас есть рекомендация повторять через шесть месяцев. Опять-таки, вот таких строгих, знаете, очень строгих рекомендаций, что если ты вакцинировался одной вакциной, да, ты ею будешь вакцинироваться и дальше, тоже нет. В общем-то, никаких строгих указаний, что если там какая-то категория людей вакцинировались, ну, я, к примеру, говорю, там, и Пивак, Корона или Кови-Вак, что им нельзя ревакцинироваться, спутник лает, нет. Ну, я слышал по этому поводу тоже разные версии, различные интервью врачей. Некоторые даже наоборот заявляли, что если вы вакцинировались, опять же, условно сейчас скажем, были в Европе, вакцинировались Pfizer, то ревакцинироваться лучше спутником, потому что вакцина другая и, возможно, у вас, наоборот, сильнее будет иммунитет. Но я так понимаю, что на данный момент какого-то общего единого мнения не существует. Нет, но так мы скажем, что если взять в процентном соотношении, вакцинированных людей в нашей стране, этот процент, к сожалению, не очень высок, то из этого процента, вакцинированных Pfizer, Ну, он будет минимальным. Это будет не минимальным, аккуратненько скажем, он будет малепустным просто. Ну да, это тоже понятно. Теперь я предлагаю вместе с вами перейти к мифам. Я их сейчас буду зачитывать, и мы их немного обсудим. Вот, например, один из мифов гласит, что молодые люди переносят вакцину тяжело, а чем старше человек, тем он легче переносит вакцину. Вплоть до того, что у молодых температура моментально тут же вскакивает до 39 человек, в течение недели ничего не может делать. Люди, ну, чем старше человек, тем, скажем, легче. Не знаю, может быть, там плюс один год и меньше на один градус. Я тоже задумывалась над этим мифом, и я не могу найти ответа на него. Знаете почему? Потому что, ну вот, во всех статьях научных, да, ну, как бы научные статьи, они делятся на обзоры по данной проблеме, и, ну, оригинальные статьи, вот каких-то корреляций, да, мы же все-таки должны оперировать какими-то цифрами, значимых отличий, сказать, что у человека в 20 лет, у когорты людей в 20 лет, их нету. И поэтому я думаю, что этот миф базируется на собственном опыте, и вот опыте там, ну, наверное, какой-то очень маленькой выборки знакомых, там, сын в 20 лет вакцинировался, лежал с температурой 39, ну, у меня на это тоже, знаете, есть версии и контрверсии, и я вам могу сказать, что у меня огромное количество моих знакомых, да, среднего возраста, которые вакцинировались, и тоже были с температурой 39, то есть, ну, вот здесь я немножечко, я все-таки считаю, что он основан на каких-то собственных, наверное, наблюдениях. В собственном круге общения, но я же на это могу ответить, что у меня достаточно много друзей молодого возраста, которые вакцинировались, и у которых не было вообще никаких побочных явлений. У некоторых могла поболеть голова. Голова, температура, как обычно, да. Говорили, и данные, которые подтверждены. Ну, все говорят, но при всем при этом, вот у кого были какие-то побочные эффекты, вот все в один голос говорят, а на третий день у меня все закончилось. Ну, вот как-то вот так. В следующей программе мы подведем итоги цикла из сразу трех передач, тем более, в которых мы разговариваем о новой коронавирусной инфекции, о мифах, которые ходят вокруг вакцинации. Посмотреть все выпуски программы вы можете на сайте don24.ru. Мы же с вами увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова